Самый полезный корневплод, практически панацея, это морковь. Самый лучший спец по делу моркови, конечно же, зайчонок. Зайчонки, заходите! Любите же морковку, да? Да. Тогда это вам, нужно все это дело перечистить. Окей, док. Ничего себе, уже натертая и приготовленная на пару морковка. Мы делаем с вами пирожное. Кто делает крем? Я, я делаю крем. На тогда тебе миску, на тебе сливки. Опа! У нас же с тобой задача поинтереснее. Берем миску и начинаем вот так вот печеньки прям все сюда мять. Да, прям мнешь их сюда в крошку. Тебе же я добавлю сюда стручок ванили. Знаешь, что это такое? Да. Сейчас мы берем его и разрезаем вдоль. Самое ароматное внутри семечки черные. Они вот там вот находятся. Их очень просто достать острием ножа. Так просто провести и бросить их в крем. Теперь у тебя ванильные сливки. Что так крупно? Я крошу как могу, подожди, все больше нет. Кроши сильней. Давай, соберись. Ты взбивай сильней. Кроши, взбивай. Кроши. Ты делаешь тесто. Поэтому на тебе еще сливочную массу сюда. А можно ли ложку? Какую ложку? Ручками прям туда. И прям начинай вымешивать все это дело. Как раз сливки взбились до мягких пиков. Так, добавляем сыр сюда. Еще, знаете, чтобы он у нас был послаще, мы добавим тебе свою капельку меда. Ммм, сыр с медом. Ммм, сыр с медом. Ммм, сыр с медом. Прям по-французски. Я пока что нам приготовлю шоколадный стол. Смотри, у меня есть банка с шоколадом. Это шоколад? Это шоколад, да. Это шоколад, а я специально его спрятал сюда. Горячая вода. Ставим туда банку с шоколадом. А мы же растаем. Да, нам это и нужно. Шоколад. Просто стоит в горячей воде. Вот до тех пор, пока он полностью у меня не растает. И мы сможем его добавить в тесто, в корж. Тогда у нас тесто совсем скрипится и будет вкусным и даже немножко похрустывать. Твой сырный крем почти готов, да? Можешь остановить свой миксер. Почему мы не будем сюда добавлять еще сахар? Потому что морковь сладкая. Тогда вскрываем, как легко открывается, и добавляем сюда морковь. А можно было бы ее блендером пробить, но у тебя получился бы крем оранжевый. Я пока перекушу. А я? А ты мешай, мешай, работай. Я тебе мешаю. У меня силы нужны. Теперь можешь схватиться за нож и изрубить вот эту курагу. На тебе нож. По-моему, кто-то съел курагу. Будем надеяться, что нам кураги и хватит. Надеемся. Нарубил у курагу? Да, шеф. Намесило тесто? Да, шеф. Добавляем шоколад. Пару ложечек. А он не горячий? Не-е-е. Руками, да? Конечно, конечно. Классно, да? Ну, ладно, я шучу. Может, конечно, ложечки. Ну, ладно, уже руками. Ну, можно. У нас есть три тарелочки, три бумажечки, три колечка. И сейчас мы вот это тесто выкладываем сюда и утрамбовываем сейчас его. Кстати, бездельность, я уже за тебя тут целую кожу утрамбовал. На тебе ложку, давай ты тоже утрамбовывай. А я пока крем доем. Пора выкладывать сюда. А, наш крем. Так. Так. Твои уши нависают надо мной, как угроза над мордором. Теперь вот эту всю штуку отправляем в холодильник. Ммм, вкусная ложка. Еще одна есть. Курагой закусить. После того, как пройдет 15 минут, пирожное можно уже доставать из холодильника. Зачатки. Раз, два, три. Теперь аккуратненько поворачиваем вот это кольцо, и у вас получается вот такое вот пирожное. Не приклеился. Что же делать-то? Help, I need somebody, help. Just anybody, help. Я должен по-шефски, как, знаешь, вот все обычные шеф-повара, вот так вот намешивать шоколаду. Да. И вот так вот. Морковь или морковь? Конечно же морковь. Петюлику. Бандюэль победа ждет. Морковь и горошек идут вперед. И кукуруза выше шторма. День всегда рекорд. Только первые места занимают шемпионы. Овощи Бандюэль. Это был детский шеф и динамичные ребята. Не забывайте подписываться. Продолжение следует. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok